дополнительного образования регионов Российской Федерации, Казахстана и Беларуси. Наши корреспонденты рассказывают вам о происшествиях и интересных событиях, но в этот раз они сами стали героями репортажа. Мои коллеги принимают участие в специальном проекте от школы танцев «Аста-дэнс». До финала, который состоится 3 апреля, им предстоит освоить три танца. И сейчас они усиленно тренируются. Подробности из танцевального зала у Ольги Пырочкиной. По ночам им снятся выученные танцевальные вариации. На эскалаторе они качают стопы, по городу перемещаются только с выпранными коленями. А после работы между свиданием и тренировкой выбирают тренировку. Мои коллеги на глазах превращаются в типичных танцоров бальных спортивных танцев. Впрочем, вы сейчас сами все увидите. Ведущие новостей, корреспондента национального телевидения «Чуваши» Юлия Важенина и Алена Алтухова сейчас все свободное от работы время проводят в танцевальном зале. Вместе с другими участниками проекта они учат румбу, самбу и ча-ча-ча. Продемонстрировать, чему они научились, им предстоит на турнире уже в это воскресенье 3 апреля. Времени на тренировке осталось мало и его девушки зря не теряют. Готовлюсь не только на работе, я готовлюсь и дома. Я даже готовлюсь в магазине. Иду, там слышу, музыка идет. И такая, дома сейчас надо, надо начинать танцевать. Раз, два, три, четыре. Мне нравится соло-поворот. Поворачиваются волосы, такие летят по ветру. Я все такая воздушная танцаю. И партнеру по лицу волосы. Не знаю. Но он, думаю, доволен. Журналисты, экономисты, преподаватели, проектировщики. Проект как нельзя лучше демонстрирует. Танцам все профессии покорны. Знакомьтесь, инженер научного предприятия и бухгалтер. А сейчас просто партнеры Стас и Оксана. Танцами я занималась в детстве и всю жизнь очень скучала по танцам. А когда увидела, что здесь открылась студия такая от бальных танцев, я просто сразу пришла. И два года я здесь занимаюсь. Любимый танец – это ромба, это чувство, это очень-очень красивый танец. Сложно, наверное, вот вместе с партнершей понять, что она хочет, в какое движение хочется идти. Не то, что партнер ведет, а уже почувствовать партнершу. Ну и, наверное, не отвлекаться. На красивую вздешку вокруг, я правильно понимаю? Для бухгалтера Натальи танцы – одно из многочисленных хобби. Для ее партнера, проектировщика дорог, возможность больше двигаться. Пришел в танцы, хотелось двигаться, немножко развить способность координации пластика. На турнире, который состоится 3 апреля, пары будут соревноваться в нескольких категориях. К примеру, наши Юлия и Алена в категории «Про-М». Это когда в паре стоят люби-сали профессионал. Чем хорош формат «Про-М», когда в паре профессионалы-любитель стоят. То есть практически за 3 недели мы можем результат выдать на лицо. Мне все говорят, у меня не получится, я никогда не танцевала, я ничего не могу. Я деревянный, я худой, я наоборот не худой, я большой, я маленький. Всячески. Получается у всех. Что ж, болеем за наших девушек и желаем всем участникам легкого паркета. Следите за эфиром национального телевидения «Чувашия». Ольга Пырычкина, Олег Якимов. Республика. Ваши руки здесь!